Здорово вояки, у микрофона Зуберг. Сегодня мы с вами говорим про Ка-153С, эдакий корейский хаммер с джавлином. Вы давненько меня спрашиваете про подобную машину и вот наконец-таки Мэйл разродился на 9 уровень ББМкой. Само собой данная тачка очень похожа на Корнет и само собой она очень подвижна и имеет совершенно полевую броню. По-моему даже на лбу нет никаких щитов для прикрытия окон, просто бронестекла. Из интересного, непитаемый боевой модуль на два пусковых устройства с турами Рейболт. Это полный аналог джавлина в игре. Плюс 12,7 мм пулемет с классными УВНами для борьбы с пехотой ну и возможно для насовывания в некоторые жопки. Опять же Корнета тоже можно будет поломать. Что заявлено? Две джавы, их можно держать в воздухе две штучки, 15 секунд перезарядки, стандартный ТТХ очень медленная к полету ракета и что-то порядка двух секунд между пусками. При этом есть четыре улучшения довольно важных. Прибор наблюдения и разведки, который улучшает ваш обзор стоя и дает быструю метку засвета. То есть вы сразу видите, что вы засветились. Дальше улучшенная система захвата цели сокращает время захвата цели. Это важно. Скорее всего на этой тачке вы будете захватывать цель секунды за полторы. Я по крайней мере очень надеюсь. На девятом левеле обычная машина должна обладать достаточно комфортными значениями захвата. Иначе она будет сильно страдать. Улучшенная система заряжания. Лучше перезарядка кассеты. В стоке 15 секунд со всеми прибамбасами. Этим модулем я думаю секунд 12-10. Ну может быть 11. Достаточно актуально, потому что вы сможете сделать порядка 5 залпов в минуту, а это уже ну 5 косарей при пробитии. Конечно, 100% пробития у вас не будет, но у вас 2 птура. И учитывая последний модуль, который сокращает время между выстрелами, ну я готов сказать, что где-то раз в полторы секунды вы сможете выпулить по птуру в рамках своих кассеток. Таким образом, у вас очень неплохо подрастает именно огневая мощь и возможность хотя бы разок бахнуть по голове противника. Потому что тот же самый шадоу, ну он довольно сильно страдает. Ты типа ракету вывалил, пока перезарядился, пока туда, пока сюда, а ракета не пробила. Все, до свидания. Здесь же вы стреляете дуплетами. По итогу я очень надеюсь, что мейл поймает некую, знаете, золотую середину между сраной артой, в которую можно превратить данную машину, если ее переапать, и куском говна, в который ее можно еще проще превратить, если смотреть только на циферки и не думать головой и не ориентироваться на фидбэк. Посему я очень жду тачку для попадания в свои ручки. Ну а как она попадет, я обязательно с вами поделюсь. Пишите, что думаете, приходите еще и подписывайтесь на мой дискорд-канал. Там у нас неплохой между собойчик, нет цензурки, можно позадавать вопросы, ну и вычитать что-то интересное. Пока!